Жаловаться можно, несмотря ни на что, продолжает работать народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире, а полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Полин, скажи, на что жаловали саратовцы на этой неделе? Паша, и тут тему коронавируса не удалось обойти стороной. Горожане столкнулись с проблемами в разных сферах жизни, причиной которых стала пандемия. Например, Елена Лисицына рассказала, что несмотря на режим самоизоляции и соблюдение дистанции в полтора метра, в трамвае номер три люди, как правило, врачи, добираются на работу плечом к плечу. То есть общественный транспорт битком набит и никакой дезинфекции там не проводят. Женщина обратила внимание на пыль на полу и окнах трамвая. А вот жительница дома по улице Рахова наоборот жалуется на слишком активную уборку дороги. Она пишет, что по несколько раз за сутки машина убирает автотрассу. Только вот она советует коммунальщикам уделить внимание и пешеходным зонам, тротуарам и остадовкам, которые тоже нужно мыть. Думаю, коммунальщики прислушаются. К совету горожан скажи, а какие еще обращения были? Ну вот рекламное агентство нашего города направили обращение к уполномоченным лицам в принятие решения в разработке антикризисных мер. Ведь из-за режима самоизоляции заказов у них стало меньше, и они просят рассмотреть возможность освобождения от платы за право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до конца 2020 года. Спасибо, Поля. Я напоминаю вам, что вы также можете пожаловаться к нам в народную приемную. О жалобах телезрителей читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. И если есть возможность их проиллюстрировать, будем только рады. Редактор субтитров А.Семкин